Пожалуйста, прошу вас, садитесь. Товарищи офицеры, дорогие друзья, по традиции наша встреча проходит в Большом Кремлёвском дворце. Правда, в условиях эпидемии коронавируса, к сожалению, в этот раз придётся обойтись без приёма, но, тем не менее, в Георгиевском зале, зале русской воинской славы, мы чествуем сегодня лучших из лучших. Вы, выпускников вузов Академии Министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб. Вы прошли достойную профессиональную школу, блестящую, но отлично завершили учёбу и, уверен, готовы решать самые ответственные задачи, которые подчинены главной цели – обеспечению безопасности России, защите мирной жизни, прав и свобод наших граждан. Вы сделали свой выбор, свой выбор в жизни, как и многие поколения сынов и дочерей Отечества посвятили себя ратной службе, работе на других направлениях, которые являются важнейшими для уверенного, стабильного развития страны и общества. Именно вам предстоит продолжать и укреплять легендарные традиции доблести и чести, мужества и патриотизма, которые во все времена служили ориентиром для нашего офицерского корпуса. Эти заветы всегда берегли в армии и на флоте. Сегодня от командирского состава вооружённых сил прямо зависит боеготомность воинских частей и соединений. Конечно, и всегда было так, но сегодня это особенно важно. Ратное мастерство и воинский дух личного состава, умение действовать быстро, грамотно, чётко и слаженно в современных условиях, в значительной степени, с учётом новейшей техники, зависят от командира. Роль и ответственность командира сейчас многократно возрастает. Нужна не только основательная, фундаментальная теоретическая подготовка в области военной науки, но и готовность постоянно учиться самому, помогать подчинённым осваивать новейшие образцы военной техники. Потому что современные вооружённые силы – это настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний. Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие, комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружения. Среди них межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы «С-500», «Прометей» и другие комплексы. Конечно, служба, она прозаичная, по большому счёту. Но с учётом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и КБ, формируется уже и новая госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года. И её реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны. И, конечно, вам придётся работать с этой техникой. Самые высокие требования предъявляются и к выпускникам учебных заведений, правоохранительных органов и специальных служб. Вам предстоит встать рядом со своими товарищами, которые обеспечивают правопорядок и спасают людей, участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий, ведут борьбу с преступностью и коррупцией, терроризмом, защищают страну, наш народ от внутренних и внешних угроз. Значимые и зримые результаты по этим и другим ключевым направлениям – это залог доверия гражданам, уверенного, поступательного развития России. Уверен все вы, каждый на своём посту будете действительно профессионально, решительно и твёрдо действовать в интересах Родины. Так, как вас учили ваши наставники, преподаватели и командиры. Я благодарю всех, кто передавал вам опыт, знания, традиции офицерского братства. Поздравляю вас с завершением учёбы. Желаю успехов в службе, в интересах народа России и нашей Великой Родины. Выпускник Военной Академии Генерального Штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Генерал-майор Олег Юрьевич Цоков Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации, нам выпала большая честь обучаться в самой лучшей и авторитетной во всём мире высшей школе отечественного военного искусства. И сегодня здесь, в самом сердце Великой России, для нас начинается новый этап служения Отечеству. Знания и практические навыки, полученные за время учёбы, позволят нам успешно решать весь спектр задач, защищать национальные интересы Отечества от любых вооружённых вызовов и угроз. Символично, что вас лично напустили на родную службу, товарищ Верховный Главнокомандующий, мы получаем в Георгиевском зале Московского Кремля, который олицетворяет стойкость, храбрость и мужество русского солдата. В этом зале есть имена и наших сослуживцев. Мы гордимся Россией и нашими героями. Гордимся доблестными вооружёнными силами, которые надёжно защищают свободу и независимость нашей страны. Для нас профессия офицера не просто служба. Это призвание и смысл всей жизни. Готовность пожертвовать собой за нашу великую Родину, как это сделали подполковник Пешков, майор Филиппов, старший лейтенант Прохоренко и другие. Товарищ Верховный Главнокомандующий, благодаря лично вашему и министру обороны пристальному вниманию в армии и на флоте идёт активное освоение самого современного вооружения и военной техники. Совершенствуется система управления и всестороннего обеспечения войск. Происходит значительный рост интенсивности оперативной и боевой подготовки. Эффективно решаются все социальные вопросы военнослужащих и членов их семей. От имени всех выпускников заверяю вас. Мы оправдаем ваше высокое доверие. Будем честно и преданно служить России. Обеспечивать свободу и независимость её граждан. Впишем новые страницы в славную историю нашего Отечества и её вооружённых сил. Уважаемые друзья, товарищи, здесь видите на стенах Георгиевского зала Кремля названия наиболее отличившихся в военных конфликтах, в войнах, которые велись в интересах страны, подразделения и фамилии наиболее отличившихся. Вот в этой связи что приходит в голову и что хотелось бы вам сказать. Люди, которые служили в этих частях, шли на подвиг в интересах России, не думали о том, что их имена или названия их частей будут навечно занесены в одном из кремлёвских залов на стены. Конечно, нет. Они исходили из того, что им предоставлена великая честь послужить Родине. Будьте достойны этой чести, достойны наших предков. Желаю удачи вам в вашей нелёгкой, ратной работе. Всего хорошего. Успехов.